Руководство самопровозглашенных республик Донбасса предложило свои поправки в Конституцию, которые предполагают децентрализацию бюджетно-финансовой и налоговой структуры страны, официальный статус русского языка в отдельных районах и создание особых экономических зон. Об этом сообщил полномочный представитель ДНР Пушилин. Но при этом ранее глава Народного совета Республики Пургин говорил о том, что по итогам минских переговоров никакой политической зависимости от Украины у ДНР и ЛНР не зафиксировано. Надо отметить, что широкую автономию, а также социальные выплаты и амнистию Республики Донбасса все же хотят получить именно по украинским законам. Депутаты Народного совета ДНР уже одобрили комплекс мер по пополнению соглашений, уточнил Пургин. А главный переговорщик ДНР Пушилин пригрозил, если Киев не исполнит договоренности, республика дословно будет менять план действий. В общем, заявления сторон конфликта у многих политологов вызывают опасения за будущее еще не начавшегося перемирия. Накануне своеобразную трактовку договоренности 15 февраля предлагала и сама Украина. Глава МИДа Павел Климкин заявил, прощения лидерам ополчения не будет, поскольку Киев намерен опираться на уже принятые рады законы об амнистии и особом порядке управления Донбассом. Новых документов не предвидится. В российском МИД посоветовали Климкину согласовывать свою позицию с президентом Порошенко. Ну а политологи единодушны, и Минск-2 полон противоречий, и его трудно исполнить. Так что стороны, и в первую очередь Украина, смогут уклоняться от ряда условий. Иначе Киев ждет тяжелейший политический кризис вплоть до нового Майдана. Такое мнение прозвучало накануне в программе «Таманцев. Итоги». Разумеется, каждая сторона будет трактовать минские соглашения по-своему. Разумеется, наибольшие риски связаны с невыполнением со стороны Украины. И украинские власти можно понять, и Климкина можно понять. То, что было подписано в Минске, очень многими представителями нынешней украинской майданной элиты трактуются как предательство украинских национальных интересов. И если Порошенко будет выполнять букву минских соглашений, ему грозит новый Майдан. Самые провозглашенные республики Нонбасса предлагают Киеву в ближайшее время провести очередной раунд переговоров контактной группы. В качестве возможных мест встречи называют Минск, Астану и Новоазовск. Президент Украины предупреждает, если 15 февраля не будет соблюдаться режим прекращения огня, он потребует экстренного созыва Европейского совета, сообщила пресс-служба украинского лидера. За сутки до перемирия основой силы зазвучала и тема поставок Украине оружия со стороны США и Канады. Западные комментаторы говорят о парадоксе. Успешное прекращение огня может лишь подстегнуть североамериканцев к вооружению Киева. То, что Москва принудила мятежный Донбасс к диалогу, США расценили как уступку под давлением. И, возможно, Вашингтон усилит прессинг, поскольку считает его эффективным, предполагают эксперты.